Добрый день, дорогие друзья, это команда Infinii, и здесь Фомин Алексей, и сегодня мы проведем такое предварительное обучение, как пользоваться eBay, платформой eBay, как вообще находить товар. Ну давайте, поехали, я хочу представить наших гостей. У нас здесь Дмитрий Чиж, у него тоже там новогодняя елка, плазмная панель за спиной, так, мы вместе тут торгуем. Здесь у нас Алексей, Ридель Алексей, и на самом деле сегодня мы хотим вам, друзья, показать от А до Я, как это все делается, насколько это все просто в первом приближении, то есть сразу хочу сказать, что это очень серьезная и интересная область, в которой мы с вами будем поднимать нашу квалификацию. Я сразу с места в карьере, я хочу здесь кое-что вам нарисовать, чат нам не нужен, я чат отключаю, я хочу вам показать наш экран, сходу, сейчас, секунду, ребят, снимок экрана, почему-то не показывает, сейчас, окей, сейчас, ребят, один момент, я хочу выяснить, почему не показывается экран, сейчас, 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 ребят, какая-то засада тут про техническое, потому что нам сегодня надо много вам показывать на экране, я, наверное, перезайду сейчас, да, всем привет, друзья, пока Алексей перезаходит, а вот все, Алексей, да, ну там как раз нормальная, небольшая задержка, значит, сразу с места в карьере я буду кое-что рисовать, чтобы людям было предельно понятно вообще, куда вы попали, что вас ожидает, я сначала нарисую схему, простую схему, Леша, видно мой экран? Да, экран видно. Да, видно, все видно, все отлично. Окей, видно, это учебное мероприятие, поэтому, значит, прежде всего, хотел вам, ребята, разъяснить для наших партнеров, что, как выглядит наша деятельность, да, то есть, а, у нас есть с вами сайт ebay, так, и у нас с вами есть сайт amazon, так, идея заключается вот в чем, на амазоне мы находим дешево, находим незадорого и продаем на ebay, продаем тут, продаем тут, чтобы было понятно. Что нам надо с вами для этого сделать? Первое, нам надо открыть счет на ebay, то есть, вы заходите, мы сейчас покажем, как это делается, вы заходите на ebay.com и просто открываете себе счет, заходите, там, заполняем анкету, так, вы заходите на amazon и вы открываете себе там тоже счет, аккаунт, просто как покупатель, аккаунт как покупатель, потому что есть еще другой счет amazon, amazon профессиональный продавец, то есть, это другой сайт, я позже дам этот сайт. Теперь дальше, сразу вам сходу скажу, мы сегодня вам дадим программу, которая позволяет найти товары, которые пользуются спросом, популярные, на которые можно найти хорошую наценку. Теперь я плавно перехожу на сайт, значит, популярности продуктов, он называется camel.camel.com, вам этот сайт понадобится, я сейчас вам покажу экран, пожалуйста, скопируйте себе название этого сайта, вот он, camel.camel.com, популярность, потому что я знаю, вы смотрите всякие разные видеоролики и там непонятно, какой люди сайт нажимает, куда там надо заходить, все, camel.camel.com, возвращаемся, и вот когда вы зашли на этот сайт, он требует от вас регистрацию, сайт бесплатный, так, я вам сейчас сам начало покажу, вы когда там зарегистрируетесь, вы наверху видите разные закладки, и вот тут наверху есть популярность продуктов, нажимаете популярность продуктов, и вы видите, что здесь есть продукты, например, которые популярны сейчас, нажимаем сейчас, вот сейчас, например, популярны вот этот компьютер, вот эта ложка популярна, вот эта бумага за 19, там, каких-то прокладки, какие-то 19 долларов, вы вот видите разные товары, кино люди покупают за 22 доллара, видите, фильм «Марсианин» покупает за 24 доллара, я вам хочу сказать такую вещь, что, например, когда новый фильм выходит, вы, ребят, можете просто делать целое состояние просто на продаже фильмов на своих аккаунтах, но это отдельная тема, так вот, вы набираете популярный продукт сейчас, например, на этой неделе, на этом месяце и три месяца, то есть вы можете выбирать, видите, веревка, например, постоянно не выходит из моды, вот эта каната почему-то, и вот этот, например, ящик почему-то тоже не выходит из моды. Я вам советую сразу скажу так, как я понял, что лучше выбирать сразу товары, которые стоят больше 35 долларов, Алексей меня поправит, почему? Потому что, во-первых, на них большая наценка можно создать, во-вторых, Amazon, если товар выше 35 долларов, очень часто отправляет бесплатно товар, вы не будете заморачиваться с оплатой за доставку или указывать условия доставки, это облегчит вашу задачу. То есть первый шаг, вы открываете себе счет на Camel Camel, находится товар, который вам нравится, здесь есть разные диаграммы, вы можете посмотреть, с какой популярностью тот или иной товар, вот мы сейчас что-нибудь тут выберем, ну, например, там, я, кстати, тут у меня жена вчера поделилась таким осознанием, она говорит, что можно, в принципе, технически товары раскладывать там фотографии, камеры, телекомпьютеры, но я, она говорит, возможно, что камеры и компьютеры ищут такие более продвинутые технические люди, вот, наверное, лучше продавать игрушки, хозяйственную утварь, это такие люди, они не сильно шарятся там по сайтам, и, соответственно, не сильно там анализом даже цен занимается. Я, может, ошибаюсь, но это такая идея была высказана. То есть, поэтому мы наушники выбирать не будем, какой-то чайник, самопив, вот кувшин, Лёш, нормально кувшин выберем? Да, нормально. Вот кувшин 33 доллара, вот такой кувшинчик, здесь, смотрите, здесь название этого кувшина, вот он, Сома какой-то, вот мы копируем, сейчас, ребят, смотрите, мы копируем этот кувшин, просто мы копируем этот кувшин, всё, мы его скопировали. Мы будем возвращаться на этот сайт, потому что он нам понадобится для того, чтобы загружать коды в Infinii, на сайт Infinii. Значит, теперь, смотрите, мы заходим на eBay, вот, вы зашли на eBay, вот тут подключились, подписались, там всё просто, мы кое-какую деталь про eBay чуть позже расскажем, там вам понадобится индекс. Значит, в этой строке вы просто тупо вставляете, вот когда вы зашли уже на свой сайт eBay, вы вставляете код этого товара, который вы скопируете, и вы смотрите, почём эта штука продаётся. Здесь сейчас можно, так, кувшин мы нашли этот, вот он, нашли. Так, походу его здесь нет. Походу его здесь нет, да? Да, это хорошо. То есть ты первый. Да, возможно, его тут нет. Так, что делать в ситуации, когда его тут нет? Попробуй убрать последний номер, вот этот, просто из листинга. Ещё, пока ты убираешь, я сделаю, ребят, всем привет, дополнение очень важное. Смотрите, мы сейчас рассматриваем процедуру, процедуру дропшиппинга, которая, в принципе, позволяет сегодня сделать платформу Infinii. То есть у нас сейчас есть две возможности. Первая возможность – это простая торговля на Спринборд, на платформе Спринборд, которая есть у всех и можно пользоваться. В этом случае компания полностью, 100% управляет продажами и несёт всю ответственность за доставку и формирование выкладки этого товара. Есть вторая возможность, про которую сейчас рассказывает Алексей, это возможность даже дропшиппинга. То есть там, где мы ищем товар подешевле, связываем наш аккаунт eBay с аккаунтом Infinii и выставляем при помощи этого сервиса эти товары на продажу. Но здесь продажи управляете вы сами. Я об этом расскажу чуть подробнее. Да, мы потом все подводные камни расскажем. Смотрите, Лёша, смотри правильно. Да, вот этот товар, вот этот кувшин SOMO Sustainable Pitcher, вот он, с фильтром кувшин. Вот обращая ваше внеземание, видите, здесь галочка стоит. Это реально вот эта галочка, Sold Listings. Это то, что продано, ребята. Это не то, что выставлено, видите. Это реально галочка показывает, что реально продано. Вот нажимаем этот Sold, и она выдает нам, поскольку продаются эти кувшины. Видите, средняя цена там 42 доллара, например, в декабре 39. Это то, что на eBay по какой цене они продали. Вот они. Видите? Теперь мы тупо заходим на Amazon. То есть мы теперь переходим на Amazon. Так, сейчас где у нас тут Amazon? Сейчас найдем Amazon. Открывай сайт Amazon, ладно. Захожу на Amazon. Amazon. Тебе на Camel нужно зайти. Сейчас, сейчас, сейчас. Я на Amazon зайду на Chrome. А через Camel на Amazon перейдешь? Сейчас, сейчас, сейчас. Я сейчас просто так сделаю. Вот я зашел на Amazon, потому что в другой закладке у меня открывается, обращаю ваше внимание, другой сайт Amazon, коммерческий, где я как продавец. Он нам сейчас не нужен, мы это пока не рассматриваем. Мы рассматриваем, где вы как покупатель. Это Amazon.com. И вставляем сюда вот эту вот штуку. И вот обращаю ваше внимание, что вот он, 33.99. Вот этот кувшин. Видите? 33.99. И видите, вот здесь галочка Prime стоит, вот эта картинка Prime. Prime это то, что нам нужно. Это означает, что Amazon на себя берет услуги по доставке, если там какие-то геморрои с возвратом товара. Леш, что еще Prime означает? Ну вообще, Prime означает приоритетное обслуживание по контракту FBA, где Amazon сам продает эти товары со своей площадки, без каких-либо посредников. Соответственно, Prime это ускоренная доставка покупателю, то есть там от суток до двух максимум. И, соответственно, покупатель за Prime платит специальную цену. И Prime всегда низкая цена, самая низкая цена. То есть вот мы видите, мы сейчас что, пытаемся найти товар, который, например, на eBay будет стоить дороже, а на Amazon он будет стоить дешевле. То есть, видите, вот, например, тут цена 42 доллара, да? Вот мы можем нажать на... Это я сейчас опять вернулся на eBay. Мы видим, что вот, например, чайник этот продавали тут за 42 доллара. Вниз опускаемся. Так. И вот смотрим, например... То есть вот они реально продали этот чайник за 42 доллара, ребят. Теперь возвращаемся обратно на Amazon и понимаем, что вот здесь этот чайник, например, мы можем купить. Самая маленькая цена 33 доллара. То есть нажимаю вот сюда. Так, где у нас этот чайник? А вот он показывает фотографию. Вот 33 доллара, короче. То есть теоретически мы можем разместить этот чайник. То есть надо взять калькулятор и посчитать. То есть среднюю наценку, я вам советую делать, там 23 процента и выше. То есть на некоторые товары вы сможете найти и 50 процентов. Например, я на eBay выложил зарядное устройство. Оно стоит на Amazon 700 долларов, а продаю я его на eBay за 900, 200 долларов. И причем цена, по которой люди покупают, средняя цена взвешенная. Вот давайте, то есть 33 доллара плюс 23 процента. То есть у нас на 8 долларов почти на оценку. То есть нам надо продавать его за 40 долларов, то есть в среднем. То есть 42, мы в принципе проходим с этим чайником. Ну в общем давайте так, просто мы ради примера, мы его возьмем, этот чайник. Лёш, договорились? Значит, теперь мы с вами что делаем? Теперь мы хотим его разместить. Ребят, хочу сказать такую вещь, что первый товар, который вы делаете для... То есть мы с вами будем торговать через Infinii, да? Но первый товар вам нужно руками будет разместить. Руками без Infinii. Первый товар нужно самому зайти на сайт, на eBay, значит, и разместить товар этот. То есть что мы сейчас для этого делаем? То есть мы хотим, нажимаем кнопку продать, и мы здесь выбор такой, продать за меня, или вы хотите продать сами это дело. То есть мы говорим, мы хотим продать сами. Дальше она начинает нас вести тут по проверочному списку. И мы тут, значит, говорим, начинаем продавать. То есть она говорит, что вы хотите продать? Мы вставляем прямо вот этот чайник. Мы вставляем этот чайник. Она спрашивает, какое состояние этого чайника. Мы говорим, новое. Она говорит, добавьте фото. Мы добавляем фото. Так, фото мы здесь, я сейчас быстро не добавлю. Здесь такой момент, что здесь вы можете скопировать вот эти фотографии, вот с этого чайника. Когда вы нажимаете сюда, вы можете... Это первый раз, ребята, это только заморочка с этим чайником. Первый раз вот эти фотографии надо будет копировать себе в блокнот там куда-то. Например, ладно, скопируем имидж. Сейчас я вам покажу. Так, копируем. Первый раз это заморочка. А потом все идет будет... Сейчас скопируем имидж. Все, скопируем. Сейчас возвращаемся обратно на... Возвращаемся обратно на этот... Вот нам надо добавить фото. И вот у меня Downloads, вот эта фотография. Я вот добавляю, она вставляется. Вы можете сюда помного фото добавить. Мы просто для примера одну берем. То есть идею поняли. Первый продукт вы добавляете руками. Вы сюда вставляете спецификацию этого товара. То есть мы обратно возвращаемся на... На спецификацию этого товара. Так. Мы для этого заходим обратно на Amazon. Так, где у нас эта спецификация? Вот она, спецификация, сделана в Америке. Опять вот вы просто копируете хозяйство. Обратно возвращаетесь в этот чайник на eBay. Вставляете. После этого, ребят, вам Infinii будет все на автомате вставлять. Это первый раз нужно товар разместить руками. Я просто показываю, как это технически делается. Здесь дальше вас спрашивают... Алексей, здесь еще есть один важный момент, который нужно будет указать. При вставлении в спецификации, значит, нужно указать следующую строку, что данный товар доставляется только на территории США и только в 48 штатов. Да, мы сейчас к этому подойдем. Вот здесь как раз мы... Спасибо, что помог. Смотри, значит, здесь дальше она говорит, какая цена. Цена будет торгов или цена фиксированная? Мы ставим для начала фиксированную цену. Она говорит, по какой цене вы хотите продавать? Мы видели, что там чайник этот продавался по 42 доллара. Она нам рекомендует 38. Давайте поставим 41.99. То есть по 42 продался чайник, реально. Количество ставьте один. Сколько будет продолжаться чайник ваш висеть? Это 30 дней оставляем. Она говорит, вот здесь кнопка, если галку ставите, с какой даты будет этот товар у вас висеть на продаже. Мы это не отмечаем. Вот здесь, смотрите, вот то, что Алексей говорит по поводу доставки. Доставку за меня. Нет, 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 Алексей, ты не понял. Я говорю немножко про другое. Это нужно, сейчас мы здесь обязательно укажем, но нужно указать прям конкретно в описании. В описании, скинь мне в чат, мы сейчас это добавим. Прям конкретно в описании нужно указать, потому что люди будут читать не шиппинг информацию, а информацию о продукте. Нужно писать, we ship to the lower 48 states only, does not include Гавайи or Аляска. А напиши мне вот эту, вставь мне вот эту штуку сюда в чате. Мы сейчас ее здесь скопируем, туда вставим. У тебя есть где-то, да? То есть ты просто можешь... Это есть, я сейчас вставлю. То есть мы говорим о том, что товар, который будет, например, в Аляску, мы не будем доставлять. Или на военные базы мы не будем доставлять. На почтовые ячейки мы не будем доставлять. То есть доставка будет идти только по реальным адресам, только реальным людям. То есть что это означает? Чтобы нам не попасться в ситуацию возврата товаров. Нам это не надо. Возврата товаров, потерянного товара, возврат денег какой-то, нам это не надо. Так, есть ссылка, Леш, которую вставить? Текст. Сейчас мы про все это сделаем. Текст. В чате у тебя, в чате я скинул, в скайпе. А, в скайпе. А сюда не можешь? В чат. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду, мне надо тогда... Оу, сейчас. Вы бы видели мой скайп, ребята. Сейчас видел. Кошмар. Так. Я тебе, мне теперь тебя найти надо. Так, заходим обратно. Вот сюда, в продукт, я вставляю эту штуку. Я обратно вернулся на eBay. И вот сюда я вставляю вот эту штуку. Сейчас давай проверим, что у нас тут получается. Политика доставки. About the product. А у нас не слетело вот это, я хочу проверить. Все на месте, все отлично. Все, теперь поехали. То есть, о продукте у нас вставилось, мы скопировали, мы вставили политику доставки, чтобы люди нам не тыкали кнопки, не нужные. Так, мы поставили цену, мы поставили количество 1, 30 дней. Теперь с доставкой. Выбрать доставку за меня. Я сам выбираю доставку. Или только мне, то есть, местный человек может приехать и забрать физически. Если у вас есть склад, то, соответственно, со складом могут люди приехать. Нам склады эти не нужны. Так. Select Shipping for Me. Здесь мы предоставляем, наверное, бесплатный шиппинг, я думаю, так. Потому что у нас Prime, вот этот продукт, Prime – это гарантированно бесплатная доставка по Америке. Я правильно говорю, Алексей? Нет, Prime не всегда бесплатный, там по Prime нужно смотреть. Prime может быть платный. Все, что выше 35 долларов, то бесплатно. А если там получается 33 доллара, то, скорее всего, по нему есть доставка. Тогда, если, значит, не будем предоставлять бесплатную доставку, если она говорит доставка, примерно 3.14. То оставляем 3.14. Так, вот она здесь отмечает, нет международной доставки. То есть нам не надо по международным этим. Теперь, вот где вам нужен будет индекс. Когда вы будете открывать себе аккаунт на eBay, она вас попросит индекс. Ребята, откройте Google и найдите индексы в Америке. Любой индекс поставьте сюда и больше, вот смотрите, сейчас заход на Google. Например, индекс в Америке, зип-код, зип-код, например, Нью-Йорк. Алексей, ребята пишут, чтобы ты сделал главным экран свой, потому что он у тебя маленький. А-а-а! Ну, смотрите, ребят, я зашел на Google и нажимаю зип-код Нью-Йорк. И вот вам, пожалуйста, зип-коды Нью-Йорка. Вот в Google зашли, вам нужен на eBay любой зип-код Америки. Просто простите меня, он объясняет такие даже вещи. Вот, возьмите 1.0.0.1. Так? Ну, я живу в Америке, у меня есть реальный зип-код, который вот у меня около дома, да? Соответственно, мы сейчас возвращаемся с вами в... Мы сейчас возвращаемся с вами на... Где я только что был? На eBay. А eBay у меня был складка... Вот она. То есть, видеть... Все звонят, что-то хотят сказать. Значит, смотрите, мы возвращаемся на eBay. Я возвращаюсь с вами, покажу, что мы только что проделали. Мы вставили продукт. Я вам всем потом на YouTube, после этого ролика, вы увидите ссылку на этот товар на YouTube и с описанием. Вы сможете все это скопировать, ребят. Значит, вот фиксированная цена. Мы поставили 41.99. Мы поставили доставка... Мы поставили один продукт, 30 дней. Мы поставили 3.14 доставка. Мы не предоставляем бесплатную доставку. Теперь. Здесь ваш PayPal-аккаунт. То есть, ребят, мы еще вам будем говорить, что вам нужно открыть PayPal-аккаунт. E-Mate торгует с PayPal. Возникнет у некоторых вопрос. Вы живете в какой-то загадочной стране, и вас PayPal не обслуживает. Мы отдельно об этом будем говорить. То есть, как вам сделать открыт счет на PayPal, если вы в загадочной стране живете. Теперь. Мы говорим, что вот вы вставляете сюда индекс, который только что нашли на Google. Теперь. Handling time. Сколько вы себе отводите время на то, чтобы взять этот чайник и отправить человеку, с учетом вашей занятости. Я поставил 3 дня. Теперь. Returns. Возврат. Я написал, что никаких возвратов. Если человек чайник купил, все, купил, он назад его не возвращает. Вы можете на свой страх-риск выбрать, что возврат товара возможен. Кстати, это отдельная тема. Например, вы можете ценами манипулировать. Например, сделать цену ниже на какие-то товары, но значит, что даете людям возможность вернуть товар. Или на некоторые товары, наоборот, цена выше, вернуть товар. Или, например, цена ниже, но нет возможности вернуть товар. То есть, на будущем, мы когда будем профессионалами в этом области, то вы сможете этими составляющими манипулировать в плане цен. Смотрите, автоматически поднять количество продаваемых товаров до 2, если у вас вдруг не будет продаваться этот товар. То есть, как чтобы люди видели, что вы только не один чайник продаете, а два. Ну, я выбрал это дальше. И вот я нажимаю опубликовать это. Смотрите, что сейчас произойдет. Либо выдаст ошибку, либо его опубликует. Все, он говорит, поздравляю, Алексей, ты начал продавать вот этот чайник. Теперь, смотрите, парни, мы что делаем? Это я только что вам показал, как делать первый продукт на eBay. Мы его не привязали еще на Infinii. Мы не привязали. Мы просто теперь знаем, что мы можем продать этот товар на eBay, и мы можем купить его на Амазоне. Мы покупать его будем. Вот, пожалуйста, чайник, я возвращаюсь. На Амазоне чайник этот, сейчас мы вернемся. Мы купим его за 33 доллара, а продадим его за 42. То есть, у нас 9 долларов на цену, там будет комиссия, которую возьмет Амазон. Мы об этом поговорим про цены, все, как формировать. Просто пока мы сейчас в первом приближении это проделаем. Теперь мы заходим на сайт Infinii. Сейчас самое интересное начинается. Вы сейчас будете просто удивлены, как это все просто. Заходим на сайт Infinii. Вот он. У нас с вами здесь есть продукты. Вот продукты. Те из вас, кто не купил себе лицензию за 50 долларов, у вас это не будет доступно. Что здесь? Вот продукт за 50 долларов. Обучение, инструменты, ebay и ebay settings. Теперь вам нужно, сперва-наперва, прикрутить свой аккаунт в ebay на сайте Infinii. И вот здесь есть анкета. Вот вы начинаете заполнять эту анкету сначала. Вы здесь пишете, хотите ли вы, чтобы вам Infinii рассчитывал вашу доходность вместе с учетом... Знаете, иногда ты купишь какой-то товар, и тебе там дают обратную скидку 5%. То есть, хотите ли вы, чтобы Infinii считал вашу доходность с обратной скидкой? Вы говорите, нет. Хотите ли вы, чтобы... Buybox... Хотите ли вы, чтобы продажи были только через Amazon? Вот эту функцию... Как правильно перевести это, Алексей, по-русски? Buybox это, ну... Buybox доступен только тогда, когда аккаунт аккредитован после 90 дней. Для того, чтобы торговать через Buybox нажатием одной кнопки, нужно пройти аккредитацию. Когда мы здесь пишем нет, да? Да, здесь не нужно указывать. Для тех аккаунтов, у которых не аккредитован. То есть, это после 90 дней, понятно. Теперь PayPal fees. То есть, мы смотрим PayPal fees. Какие комиссии берет PayPal за это? Ну, 2,2% нормально же. То есть, видите, от 10 тысяч долларов до 100 тысяч долларов. Ну, на самом деле, здесь вот это у нас в самом начале будет. Маленькая комиссия. Большая комиссия, потому что у нас мало товара будет. Потом, когда у вас продажи будут большие, у вас PayPal будет меньше брать за обслуживание. Дальше здесь вы пишете, какой e-mail у вас соединен с вашим PayPal. Вставляете свой e-mail. Теперь вы здесь выбираете комиссии, которая берет eBay за это. Меньше 9%. Оставляете. Помните, вы вставляли свой код, индекс. Вот сюда вы, под что индекс вы вставляете, который вы там на eBay прикручивали. Я объясню буквально два слова по поводу индекса. Ребят, смотрите, для того, чтобы ваш продукт... Почему мы сюда вставляем американский индекс? Дело в том, что ваш продукт, когда любой потребитель заходит на сайт и видит ваш продукт, в первую очередь он обращает внимание, где продукт размещен, откуда он будет доставляться. И когда вы указываете вот этот zip-код, в принципе, я говорил о том, что есть такая возможность указывать zip-код американский, и приобрести можно этот американский адрес. То тогда, в принципе, вероятность того, что ваш продукт заинтересует, значительно выше, нежели он просто будет, допустим, отправляться из той же страны, где вы находитесь. Это очень важно, нужно это понимать. Мы дадим потом ссылку на реальный адрес американский. Ребята, вы можете на самом деле, живя в Москве или в Мухабрянске, иметь американский адрес, путешествовать по всему миру, и этот американский адрес будет для вас стабильной точкой. Я дам вам, например, ресурс, где за вас девушка будет открывать вашу почту, сканировать вам документы, отправлять их, пересылать эту почту. Там это смешные деньги стоят, вам вообще по-любому имеет смысл это сделать. Значит, даже у меня, я живу в Америке, у меня есть такой сервис, то я путешествую, то еще, то есть у меня есть стабильное место, где вся моя коммуникация приходит, ничего не теряется. Значит, вот вставляю сюда индекс, место, где я живу, то есть в вашем случае вы ставите Нью-Йорк, если вы ставите сюда Нью-Йоркский индекс. Дальше, сколько вы хотите dispatch time, то есть сколько вы берете времени на, как я понял, на обработку этого товара? Четыре дня, то есть это вам пришли деньги, то есть у вас есть четыре дня, вам клиент оплатил, вы там в носу поковырялись в течение трех дней, сходили в поход, а на четвертый день вы отправили ему этот товар. Так, значит, продолжительность, сколько это товар будет здесь висеть? 30 дней и дальше обновлять количество товаров, например, до трех. Вы сохраняете эти базовые настройки в Infinii. Но вам нужно примотать ваш сюда eBay. Теперь я сейчас вам покажу, где вам это взять. Вот у вас у каждого на eBay будет свой идентификационный номер. То есть заходим обратно теперь на eBay. Так, сейчас у меня Amazon, пока Amazon отодвигаем. Заходим обратно на eBay. Так, сейчас, 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 сейчас. Вот eBay. Когда я открыл свой аккаунт на eBay, у меня мне присвоили вот это имя. Fomius6, видите? Fomius6. Вот он, Fomius6. Это мой логин в Infinii. Вы на eBay, видите? Я вот здесь скопировал и туда к себе вставил. Кстати, вот электрогрелка, электрогенератор, который я продаю вот за 889 долларов на eBay, а на Amazon на 117 долларов. Там ссылку тоже скину. Ради прикола. Значит, то есть если его купят, я заработаю 170 долларов сразу. Значит, так, индексы закрываем, чтобы у нас лишнее было закрыто. Так. Мы сейчас переходим обратно в Infinii. И вот я вставляю этот, видите, Fomius6. И потом, у меня тут уже он прикручен, у вас просто откроется. Вставить ID этот, так, и нажать кнопку Connect. После того, как у вас первый товар уже будет на eBay подключен, размещен, вы сможете его соединить. И тогда у вас появится вот эта красивая абракадабра, вот, и будет говорить о том, что ваш сайт подключен. Все. С этого момента, ребят, жизнь просто малина начинается. Потому что тут сейчас на таком автомате вы товары сможете рассылать. Вам просто покажется жизнь удовольствием. Заходим в продукты. Prime, Training, Tools, eBay. Теперь мы заходим на eBay. Здесь есть видеоролик, как это все делать. Вот, видите, я, например, вчера через Infinii разместил там полотенце бумажное для торговли. Что вы здесь делаете? После того, как вы первый товар разместили, нажимаете, хотите еще какой-то товар разместить. Видите, я нажал зеленую кнопку выбрать. Теперь, вы хотите очередной товар разместить, да? Опять вы заходите на Camel Camel. Опять выбираете какой-то товар, который мы, помните, говорили, он не технический. И он больше 35 долларов. Ну, например, бумагу не хватит. Ребят, тут целая наука, как этот выбирать товар. Просто мы сейчас за рамки отдельный тренинг можем проводить. Так? То есть, например, есть сезонность, там есть, например, какие-то политические события, есть климатические события, например, засуха, все воду покупают, ну так далее. Это отдельная тема. Сейчас какой-нибудь товар найдем. Ну вот, какой-то розетта стоун, итальянский язык, смотрите, 199 долларов. Нормально, то есть, я не уверен, что люди будут. Давайте спрос посмотрим. Спрос на этот товар был очень высокий, цена была на него очень высокая. Сейчас люди его покупают очень незадорого. Я думаю, что его мало кто будет покупать, надо сваливать. Алексей, я думаю, он не даст тебе разместить на ebay, потому что там лимит на первом аккаунте 500 долларов всего. Да? 500 долларов, давай подешевле что-нибудь найдем. Так, давай найдем что-нибудь в районе 40 долларов. А, если это первый товар, который ты будешь размещать, то даст. Не, у меня это уже третий товар. Ну вот, например, ну вот стул 79 долларов. Вот складывающийся стул какой-то, просто ради, ради просто, вот этот стул 79 долларов. Нам не важно, ребят, сейчас, нам важно. Статистика идет вниз, видите, нам не очень интересно. То есть, его продавали раньше по 120 долларов, да, то есть, была высокая цена на него, 120 долларов. Ну, ради обучающего такого мы можем. Копируем этот стул, коска, винил, 4 пэк, фолдинг, 4 стула здесь, видите. 4 стула за 79 долларов. Заходим на Амазон, нам теперь ценник сравнить. По чем мы будем продавать на Амазоне, по чем мы будем продавать на Эбэе сейчас. Вот, заходим на Эбэе, вставляем этот стул и проверяем. На Эбэе он продается 1,9 долларов. Я, кстати, не знаю, что это за цена. Здесь 0, видите, поэтому это какая-то ошибочная цена. Вот 80 долларов. Опять, помните, мы выбираем проданные товары, реально проданные. То есть, нам надо посмотреть, какая цена реальных товаров, которая была продана. Вот. 46. То есть, видите, он продавался 38 долларов. Так, 18, то есть, ну, 38. Давай зайдем на Амазон и посмотрим, что там по Амазону у нас движение какое-то. Так, Амазон у меня открывается на Хроме. Я просто сделаю уточнение. Ну, на самом деле, вот для дропшиппинга это не лучшие сайты, чтобы искать низшую цену. Потому что и Амазон, и Эбэе, они все-таки имеют рейтинг как площадок для продажи больше всего, а не для покупки. Поэтому, если мы пользуемся моделью дропшиппинга, можно брать сторонние площадки, такие как Walmart, такие как... Ну, и достаточно много американских платформ, магазинов. Ракетен, там, можно взять Overstock, можно взять достаточно много Wi-Fi. Соответственно, на этих площадках можно выбирать по принципу дропшиппинга достаточно дешевые товары. Ну, вот смотри, я зашел на Walmart, и вот он этот на Walmart, на сайте Walmart, кстати, он 27 долларов, видишь? Вот, на Walmart, на сайте Walmart, Costco, вот один в один. Ну, вот ты сейчас нажми на него, и нужно посмотреть еще один момент. По его доступности, ну, тут написано, что его купить нельзя, потому что его просто нет, насколько я вижу. Так, сейчас... Ну, смотри, то есть, у нас задача сейчас показать людям, как примотать... То есть, мы просто пока сейчас общие идеи даем, да, то есть, там можно потом дать более подробно, что сайты, на которых можно находить товары, да. Мы сейчас хотим прикрутить eBay вместе с Infinii, то есть, Overstock, например. То есть, ты говорил, вот этот сайт Overstock, да, без проблем. Да, можно и на Walmart найти, там тоже очень много всего. Вот я на Overstock, посмотрим, есть ли он на сайте Overstock. Ну, вот они есть, вот на Overstock один результат, только он у вас белый и черный есть, пожалуйста. Виниловый, вот он, видите, один в один. 192 доллара, представляете, что это такое? Что-то дороговато как-то, может, другой какой-то. В общем, идея сводится к тому, что здесь надо внимательно следить за тем, чтобы товары, спецификации совпадали. Сейчас давай какой-нибудь другой товар найдем, потому что это не очень удачный пример. Надо найти какой-то более другой пример. Мы сейчас сходу с вами это все вместе. Я тебе могу скинуть товар, который вот, допустим, я... А, ну давай, то есть, в идее, ребят, поняли, что тут просто порыться чуть-чуть, потренироваться, и это все будет работать. Так, сейчас мне Леша скинет. Я хочу вам показать, как размещать товар теперь с Infinii на ebay, чтобы вы вот эту часть проделали. И когда вы это освоите, вы сможете находить дешевые товары, например, на Walmart, на Overstock, на много разных сайтов. Ты мне в чат здесь пишешь или где? Или в скайпе? В чатке. В личной переписке или в чате? Ну, да, скажи, я туда и скину. В чатке, в личку и скину, в скайпе. Сейчас мне Леша скинет товар, который реально продает. И нам надо еще с вами сегодня с кодами разобраться, это очень важно, чтобы вы знали, где брать коды на товар. Сейчас мы к этому подойдем. Ну, и еще там есть, да, очень важные вещи, которые я тоже скажу, чтобы никто не наделал больших ошибок, которых можно наделать. Значит, вот мне Леша скинул какой-то маникюрный набор. Значит, сразу можем посмотреть, что это за маникюрный набор такой. Так, она тут нам не нашла, да? Ты можешь сразу забить ее в Амазоне и в Амазоне посмотреть или на eBay. Ага, хорошо, заходим на eBay, вставляем на eBay. Вот, например, на eBay он стоит 23 доллара. Хорошо, заходим на Amazon. Нет, зайди сейчас на Walmart и введи этот товар. А, хорошо, заходим на Walmart. Приятно удивитесь. Заходим на Walmart. Вставляем на сайте Walmart этот товар. Оп, 7 долларов. Тихо себе. Вот, ребят, вот это бизнес. За 7 долларов мы его купим. 7,44. За 23 продадим. Ну, поехали. Значит, все, мы вот его скопировали. Теперь мы заходим в Infinii. Мы приняли решение, что мы его будем продавать. Значит, мы заходим на Walmart, видите? И здесь мы с вами... URL ссылку, URL ссылку нужно скопировать. Это наверху вот эта, которая? Да, да. Вот эту ссылку теперь сверху берем, копируем. Видите, на Walmart? Вот вы нажимаете вот этот товар. Вот он. Смотрите сейчас, ребят. Нажимаете товар, вот он. И наверху у вас ссылка появляется. Вы ее копируете, не перепутайте. Вот, нажали на товар, наверху ссылка. Заходим в Infinii и вставляем ее вот сюда. Сначала нужно еще выбрать магазин. Да. Мы сейчас выбираем магазин, где мы это продаем. Amazon. Мы будем продавать... Нет, это... А, где мы покупаем Walmart. Где мы покупаем, да. Да, мы покупаем на Walmart. Вот ссылка наверху, где мы покупаем на Walmart. Теперь форма, в которой... Здесь необходимо выбрать позиционер, как это будет выглядеть. Либо в коробке, либо в фрейме, в рамочке. Как вы это... Да, 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 Леша, спасибо. Спасибо. Как вы хотите, чтобы это на сайте выглядело в рекламу? Виде вот такой красивой картинки, либо, например, в виде вот такой вот... Леша, что лучше выбрать? Frame? Вообще не принципиально, можно любую выбрать. Выберите Frame. И здесь галку внизу ставите, вот зеленую. Теперь дальше... Все, листинг. Вот сейчас самое интересное начнется. Здесь у вас появляется вот такая, как бы, шаги. Вы будете по мере заполнения танкеты двигаться по этим шагам. По ним можно каждый раз туда-сюда переключаться, если что-то исправить надо. Вот ваше название. Значит, набор лаков для ногтей. Вы сюда вставляете... Вот эту штуку копируете. И вставляете в ключевые слова. Она вам сейчас поможет найти категорию, где... В какую категорию-то надо продавать. Здесь открываются две категории. Красота, здоровье, уход за ногтями, маникюр, педикюр. Смотрите, здесь 11873. Здесь 800... Ну, то есть, это примерно одинаково. На будущее иногда некоторые товары открывают целый список огромный. Ищите там, где больше запросов. Так. Теперь вот вы здесь выбираете из этих категорий. Значит, это красота, здоровье. Тут мы с вами смотрим. Компьютеры, игрушки. Вот красота, здоровье. И вот у нас с вами здесь волосы, nail care, маникюр. Ты можешь нажать просто на эту категорию, которую выбрал вверху. И он, в принципе, автоматически тебе подкрутит. Ну, все. Вот он. Сразу мне выделил. Хорошо. Теперь дальше поехали. Как вы хотите, вам здесь платежная система PayPal. Видите? Visa, MasterCard. Я, ребят, выбираю PayPal. Мне удобно PayPal. Какая цель? Здесь можно выставить проценты. Здесь можно выставить, например, фиксированную цену. Я в данном случае поставлю фиксированную цену. Это цель заработка, Profit Goal, да. Да. В перспективе, когда у нас будет сейчас обновление системы, и Infinii вам выдаст систему автоматического отслеживания входной цены, например, от Walmart, то у вас цена на eBay будет автоматически меняться. То есть, когда мы будем ставить процент, она сама там будет пересчитывать проценты. Когда ставите доллары, она будет автоматом пересчитывать ваши, прибавлять к шапке цены закупки. То есть, к цене закупки будет добавлять сразу деньги. Допустим, мы поставим сейчас доллары. Значит, проценты сейчас поставим. Проценты я хочу, например, 50%. И она, видите, вам поставила цену 22.29. А у нас там на eBay была цена... Сейчас я вернусь, посмотрю. Так, где у нас это была? Здесь мы покупаем за 7. Так. Сейчас мы... Давайте вернемся, посмотрим, чтобы еще раз быть уверенным. Сейчас, давай, назад вернемся. То есть, здесь у нас с вами 7. Сейчас, ребят, секунду. Придется осваивать вот эти, копировать и вставить функции. Так, а продавать мы это будем хозяйство здесь. Она что-то не нашла, но нам это вообще не волнует. Нашла она или нет? Ты ставил ссылку вместо этого. У тебя скопировалась ссылка. Она не скопировалась, и мне понятно. Сейчас, секунду. А, сейчас, 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 сейчас. Так, сейчас, секунду. Я понял. Я понял, что произошло. Сейчас. Вот здесь мы скопируем. Здесь есть очень тоже много... А, вот она у нас есть уже. У нас была страница открытая. Я ошибся. Вот 23.99, видите, ребят. То есть, мы с Infinii нормальную цену придумали. Вот, 22.29, я бы даже поставил, я бы даже поставил, там, 22.99. Что ты хотел сказать, Леша? Про кэшбэк я хотел два слова сказать. Давай. Кэшбэк, почему здесь стоит ноль и сколько нужно ставить. Дело в том, что, если вы будете заниматься дропшиппингом, ну, мы об этом будем очень много рассказывать и обучать, как это все делать профессионально. Дело в том, что разные порталы, вот, допустим, есть много сайтов, которые занимаются продажей более дешевых товаров, и они... У них есть свои персональные акции. Это называется Rollback. Ну, то есть, когда вы покупаете товар, там, допустим, Walmart вам еще дает возможность после покупки, оформления покупки товара, он вам еще дает кэшбэк. Ну, то есть, грубо говоря, от 3 до 10% иногда это бывает, когда вам возвращают деньги при продаже. И, соответственно, если есть такой момент при покупке товара, если есть такая, скажем, акция на этот товар, этим, допустим, на Walmart это обозначается красным флажком, и там написано Rollback, то вам тогда можно указать сумму или там процент комиссии, который возвращается, и, в принципе, это будет защитено здесь в вашей системе Infinei. Вот, кстати, еще тоже есть сайт, я вам хочу дать, например, BeFrugal. Здесь тоже товары с разными скидками продаются. То есть, это отдельно, например. Тут еще нужно понимать при дропшиппинге, что не каждый сайт работает именно на шиппинг-адрес конкретно покупателя, потому что, возможно, нужно через свой адрес оформлять покупку. Да, мы сейчас к этому подойдем. Мы еще скажем, как указывают там товары, что это как подарок и так далее. Значит, возвращаемся сейчас к Infinei. Нам надо сейчас Infinei прикрутить в первую голову. Сейчас мы возвращаемся в Infinei. Так, сейчас. Где у нас сайт был Infinei? Так, сейчас. Секунду, секунду. Я уже тут столько окон открыто, ребят. Тут надо, конечно, следить за всем этим. Так, сейчас, секунду. Потерял уже страницу. Секунду, ребят. Я был на Infinei, перешел просто через закладки. Вот. Значит, смотрите, вот у нас этот... Мы ставим цель 23%. Она нам дала... Значит, не 23%, а в нашем случае мы поставили 50%, мы увидели, что это мало, соответственно, мы поставим 52%. 52%, 52% мало, 54%, 53% поставим. Вот 22,72% почем мы будем продавать, например. Теперь доставка. Доставка. Сколько мы будем делать доставку? Одна доставка. Как тут, Леш, доллара, сколько доставка? Ну, ты будешь здесь ставить ноль, конечно же, потому что эта привлекательность на нулевом аккаунте будет больше, чем с ценой. Но ты должен учитывать в расчете на прибыль, что эта затрата ложится на тебя, затрата по доставке по штатам. То есть, соответственно, в цене, в цене вот в этих 23 долларах у нас будет с тобой доставка. То есть, допустим, 4 доллара по Америке будет доставка, да? Соответственно, сейчас мы возвращаемся от категории, а то у меня тут немножко слетело сейчас. Красота и здоровье, house beauty, вот она. Сейчас я вернемся под категорию. Где она у нас будет с вами стоять? Все, поехали. Значит, доставка ноль. Давайте цену пересмотрим. Значит, цену поставим повыше, потому что там у нас доставка будет 23, 23, 22 доллара. В этом случае цену не надо делать выше, потому что товар будет неконкурентный. И тогда ты на нулевом аккаунте, неаккредитованном, сразу будешь долго очень продавать. Лучше сделать цену меньше, пускай это будет меньше заработок, но я скажу сразу. В первую очередь нужно, в первую очередь, ребят, всем очень важно. Сейчас задача самая главная, вообще зачем это нужно сделать, как можно активнее собрать 10 фидбэков. Фидбэк – это благодарности, да? Да, 10 отзывов положительных. И у нас специально на Infineia есть форум. На этом форуме я открыл два сообщения, где мы можем друг другу помочь очень сильно в этом деле. Как это сделать? Сейчас в двух словах буквально скажу, и Алексей продолжит. То есть для того, чтобы нам поднять фидбэки и быстрее выйти из гарантийного периода, ну, аккредитации, да, можно выставлять более дешевые продукты и друг у друга покупать. Ну, с локейшеном, приближенным к России, допустим. И, соответственно, друг другу делать фидбэки. Таким образом, мы быстрее пройдем этот период, но об этом подробнее давайте через форум специальный, который есть на Infineia. И вы все можете зайти, зарегистрироваться, и в этом обсуждении там каждый будет выкладывать, кто готов по этому поводу собирать фидбэки. Да, я хочу добавить, что вы можете, например, там есть функция такая, доставку будете делать или самовывозом. Вот вы можете, например, вы живете в доме 35 на улице Ленина, да, а ваш друг приезжает и берет физически ваш этот продукт. То есть не отмечайте самовывозом, если вы живете в Москве, а самовывозом человек и товар в Москве, а самовывозом у вас человек из Америки забрал. То есть это не прокатит. То есть надо, чтобы адреса были рядом. То есть вы можете самовывозом продать журнал за доллар, да, и человек самовывозом зашел, забрал. Но здесь слишком много нюансов. Я думаю, Алексей, мы для людей покажем, как работает вообще связка. Да, а потом уже там... Да, потом будем это глубоко уже разбирать конкретно при обучении. Значит, смотрите, все, с платежами мы разобрались. Мы тут двигаемся. Мы поменяли цену 21.99. Мы снизили процент на оценке до 50, допустим, да. А мы разобрались с доставкой, что доставка нулевая. Мы выбрали вот эту почтовую службу американская, здесь обычная доставка. Не FedEx там никакой, а вот это обычная доставка. Значит, возврат, шиппинг, возвратная политика. Какую мы возвратную политику делаем? Нужно оставить балансы, потому что в данном случае нужно прибегать именно по умолчанию, поскольку еще ты не управляешь этой политикой, да, и на начальном этапе лучше, чтобы он был возврат. Значит... То есть нужно сейчас максимально привлекательные условия давать для потребителей. Да, хорошо. Диспэтч тайм – это опять три дня, сколько вы будете себе отводить на то, чтобы сделать, справиться с этим заказом. Теперь продукт информэшн, то есть информация о продукте. Вы видите, 14 дней на возврат товара. Продолжаться он у вас будет висеть на ebay 30 дней. Вы можете здесь поставить дату, до которой он будет там у вас висеть на ebay. Обновлять количество товаров до трех, когда он у вас там кончается. Вот этот бренд. Вот здесь вот два важных кода, которые вам нужны. Значит, mpn – вот это, это код, который создал производитель этого товара. Вы можете знать, этот код можете не знать. Его можно найти теоретически. Если вы не знаете, можно и на ней поставить. Нет, он, как правило, указывается. Можно зайти на портал. Тот же самый CamelCamel. Да, сейчас я покажу, где это находит. Просто если вдруг… Иногда нет, я сейчас хочу показать. Вот смотрите, UPS код. Или UPS, да. Это уникальный код продукта. Сейчас мы зайдем, я вам подготовил здесь сайт этот. Сейчас. Вот, вот он. Вот этот сайт, где вы можете найти код товара. И здесь вот продукт, имя продукта. Вы сюда вставляете тот продукт, который мы сейчас с вами продаем. Нажимаете Enter. И вот он вам выдал вот этот код. Видите? Вот он код. Это вы просто копируете отсюда. Можно нажать на него. Можно нажать на него. И еще, если вернуться в Walmart, там можно MPN найти. Если в Walmart найти… Сейчас. Давай сейчас… Вернуться в Walmart. И они же… Сейчас мы отсюда его копируем. Вот он. Мы отсюда его копируем. Вставляем в Infinii. Вот сюда. Чик. И мы теперь возвращаемся в Walmart. И Леша, где он здесь в Walmart? Пролистай вниз. Там есть спецификейшн. Вот. И вот здесь есть model number. Но это, я не знаю, навряд ли это MPN. Но в принципе… Ну, можно вставить, но я не уверен, что это номер. То есть, можно NA поставить, пройдет. Если вы не знаете, где этот номер найти, бывает, иногда пишут в спецификациях. Я сейчас хотел еще показать вам, где это в CamelCamel это еще находится. Сейчас мы зайдем в CamelCamel. Так, сейчас. Где у нас сайт CamelCamel? Вот он. Смотрите, в CamelCamel вы точно так же можете вставить сюда. А, этот товар, сейчас, секунду. Опять нам надо этот товар скопировать. Сейчас. Вот вставляете в CamelCamel этот товар. Вот вам… Он его не нашел. Так, сейчас посмотрим. Так, в CamelCamel он его не нашел. Так, тогда это вообще можно обойтись без этого. Значит, просто тогда здесь просто пишут, что вы не знаете, где этот товар. Иногда в CamelCamel вы можете найти этот товар. И там я сейчас вам просто покажу, чтобы вы знали на будущее с другим любым товаром, где там вообще находить эти коды. Сейчас. Сейчас, секунду. Вот. Мы сейчас отлистаем здесь. Вот на этом, на примере этого чайника. Видите, здесь, вот помните, мы когда с чайником разбирались, вот вам этот чайник, вот этот чайник, вот это все. И вот здесь вот есть кнопка «Продукт» и описание продукта. И вот опять вы можете найти этот код вот здесь, UPS, вот он, на сайте CamelCamel, вот он, UPS. Уникальный код продукта. Это штрих-код, ребята, уникальный. Кстати, это вообще понять, как этот код работает, очень интересно. Я сегодня тоже об этом расскажу. То есть, вот этот код вы можете сюда вставить. Так, теперь мы возвращаемся на Infinii. То есть, мы вставили код этого продукта, нашего лака для ногтей. Мы убираем здесь пробелы все эти, они нам нужны здесь. Так, все, теперь нам нужно описание. Заходим в описание. Описание нас устраивает, но нам надо в описание вставить вот это, Леша, что ты мне писал, правильно? Помнишь, ты мне по скайпу прислал? Доставка, политика доставки. Нет, здесь не нужно вставлять, здесь стоит все по умолчанию. Автоматом Infinii прикручен уже скрипт специальный. Здесь единственное, что рекомендую сделать, в спецификейшн скопируй, пожалуйста, описание с Walmart. Вот это вот, зайди на Walmart сейчас. И там нужно будет просто в спецификейшн скопировать описание, вот это вот, вот эту спецификейшн. Только не указывай Walmart number, последний самый, который, видишь? Хорошо. Мы его просто удалим. Скопировали, заходим обратно в Infinii, description, и вот у нас есть диск спецификейшн у себя. У нас прям красивая табличка вставилась. Значит, здесь ключевые слова. Вот эта политика, вот эта вот. Ага, вот эта политика, вот она здесь, сейчас вам покажу. Ребят, не отчаивайтесь. Она устанавливается по умолчанию, там не надо ничего писать. Здесь нам повезло с этим. Смотрите, ребят, не отчаивайтесь в плане английского, потому что Google переводчик все переводит. Вы эти все слова через неделю запомните. Exchange – это обмен, вы все это знаете, там, Policy – это политика, Payment – платежи, Return – возврат. Ну, то есть, два дня покрутитесь, и все, вы эти слова запомните. Значит, все, Next нажимаем. Теперь, вот на это не обращайтесь, на это не обращаем внимания. Вы видите, мы начинаем двигаться по этим окошкам. Нажимаете Next. Она тут какой-то задает вопрос. Здесь можно выбрать магазин, с которого мы покупаем. Из которого мы покупаем, это у нас Walmart. Выбираем Walmart. Кэшбэк, вы пишете 0. Если вы хотите людям давать назад бонусы за то, что они купили товар, вы можете там ставить процент. Нам это не надо. Next. Теперь смотрите, менеджмент, управление. Вы хотите, чтобы это автоматически разместилось на eBay, и автоматически обновить это, когда этот товар кончился или продался. Вы скажете, да, то есть, две галки ставим. Здесь вы нажимаете Next. Здесь вам говорится две функции. Либо опубликовать его, либо просмотреть. Нажимаем Preview. Видите, фотки нет. Заходим обратно. Это закрываем. Заходим сюда на лист. Где фотки, здесь у нас. И здесь нам надо с вами описание продукта. У нас не встали фотографии сюда. Должны были здесь сейчас быть фотографии. Внизу, в самом низу. А, вот она. Я просто ее не выбрал. Она не соответствует слишком маленький размер для размещения. Здесь можно загрузить эту фотографию через библиотеку. Но тогда ее нужно тебе сохранить на компьютер. Сейчас мы сделаем. Вообще он это на автомате делает. Почему он сейчас не подгрузил ее? Видно качество плохой фотографии. Сейчас мы ее сохраним. Вообще, да, действительно, я вчера делал на все. На автомате, да, делал. На автомате делает. Вот, save image, yes. Хорошо, сейчас мы ее скопируем, ставим. И... 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 Заходим теперь сюда. Опс, сори. Сейчас мы заходим на... Инфиняй. Нажимаем upload. И... Downloads. И... Кит. Так, сейчас... Не загружается. Сейчас, секунду. Там нужно выбрать... Choose File. Сейчас, секунду. Она мне что-то... А! Аплоу, Choose File. Так... Downloads. Вот, все. Choose... Upload. Оу! Можно сделать... 400 на 400. Или 600 на 600. Так, она у нас загрузилась. Как она у нас теперь выглядит? Непонятно. О, нормально. Теперь... Она у нас в библиотеке. Теперь мы с вами заходим... Обратно на... Наше ТТБ. Где мы с вами это все размещали. Так, сейчас посмотрим. Она у нас с вами тут уже выбралась. Теперь... Нет, она не выбралась. Там вот Media Library. Нужно нажать на нее. Refresh Media, да. Refresh Media. Нет, нет. Вот я и хочу сейчас сделать. Вот она у нас стала. Теперь, вот видите, появилась галочка Include. То есть, она теперь вставляет... Она в описании вставит этот продукт. И теперь, видите, Gallery Image, она будет у вас на главной странице этого продукта. То есть, если есть такая ситуация, когда, допустим, фотография не загружается или не подгружается по причине того, что она или по размеру не подходит, или в автоматическом режиме, вы можете самостоятельно ее подгрузить, вот как мы ее сейчас продемонстрировали. Даже это хорошо, что мы это показали. Потому что обычно она на автомате выдает вам 10 фотографий, которые там на eBay или там на Amazon или где вы покупаете. Она сама прям слизывает оттуда. И вот здесь очень важно, какая... Допустим, у вас будет 10 фотографий тут. Вы выбираете, какая из них будет главной открываться на профиле в магазине на продажу. Здесь вы пишите, что Include. То есть, у вас 10 фотографий, какие вы хотите, 10, вы все пишите Include, включить. И Gallery то, которое будет главное. Здесь вы пишите Next. Теперь смотрите прикол. Мы заходим опять в превью. Вот я вернулся по всем шагам. В последний шаг делаю превью. И вот у нас товар. Описание. Описание. Продукт. Проверяйте, что там нет. Ссылка на Walmart. Все нормально. Закрываем. Нажимаем Submit. Так. Реквайт категория. Она категорию мне не дала. Значит, опять возвращаемся в лист. Тебе нужно нажать вот на категорию, вот вверху. Видишь у тебя? Да. Сразу на нее нажми на самую верхнюю. Вот на эту, да? Нет. Вот на эту, да. Вот, да. На нее нажми. И теперь просто перейди по... Вот сюда, здесь. Health & Beauty. Nail Care. Вот сюда, раз. Нет, Health & Beauty нужно еще, да. Нажал, да? Да, да, да. А, все, да. И здесь это нужно. А вот у нас Nail Dryers, Nail Art Accessories. Вот у нас. Раз. Все, у нас категория выбрана. Видите, она наверху появилась. Категория. Вот. Теперь, если мы вернемся обратно сюда, в Submit Listing, вот в этот... Разместить... Смотрите, по поводу категории, то есть она делает здесь подсказку, но если вдруг подсказки нет, то ее можно всегда найти на eBay. Там на eBay есть всегда ссылка, где размещена данная категория. Ну, где размещен данный товар. То есть, видите, мы все ошибки исправили один за одним. Вот сейчас она думает. И вот Success. Вот видите? Success. То есть, теперь, если мы сюда нажмем, то вы увидите, что вот... Привет, Алексей. Видите? Фомиус. Вот у меня на eBay продается эта штука, которую я поставил цену 22.29. Мы знаем, что купить я его могу на Walmart за 7 долларов. То есть, 11 долларов, грубо говоря, я заработаю. То есть, учет там... Мы сейчас расскажем про комиссии, которые там... Леша сейчас это расскажет, наценки, которые делают там... eBay за торговлю. Но мы сейчас вам показали основное. Теперь, мы с вами, если вернемся... Мы сейчас с вами вернемся на eBay. И вот, смотрите. Вот eBay выдает вам... Infinii выдает вам список продуктов, которые вы разместили. Видите? То есть, у меня первая бумага, и второй вот этот лак для ногтей. Плюс там кувшин еще у меня висит, который не прикреплен к eBay, первый продукт, и генератор зарядки. То есть, у меня 4 продукта. Значит, я сейчас хотел бы вам скинуть ссылку вот на этот товар. Я сейчас скопирую. Так. Вставлю. Я знаю, что... И вставлю вот сюда, чтобы вы на видео могли потом... все это посмотреть. Да, пока Алексей копирует, я теперь расскажу подводные камни, которые есть, и с которыми не хотелось бы, чтобы наши партнеры могли столкнуться. Потому что здесь, на самом деле, вы должны отдавать себе отчет, что это максимально серьезный бизнес. Здесь нет мелочей. Здесь любая тонкость, любая ошибка может быть очень дорого стоить. Значит, в первую очередь, я обращаю внимание на то, что дропшиппинг это такая... Ну, на начальном этапе я бы все-таки ограничился определенной суммой и определенным списком товара. Проверенным. Потому что можно получить очень много тонкостей и нюансов. Но, на самом деле, самый главный момент. Вы должны понимать, что когда вы размещаете через Infinii вот этот товар, вам, допустим, давайте смоделируем ситуацию, когда у вас этот товар покупает клиент. Допустим, вот в данный момент сейчас у Алексея покупает вот этот вот лак за 22 доллара. Значит, что деньги Алексею эти 22 доллара пока не поступают. Они ему поступят только тогда, когда он оформит доставку, когда будет подтверждена отправка товара. Ну, соответственно, подтверждена сделка. Скажем так, что не отправка будет, а когда Алексей подтвердит эту сделку, что да, он продает. А подтвердить он эту сделку может и вы можете ее только тогда, когда вы купите товар и оформите шиппинг пакет на вашего непосредственно покупателя. Как это происходит? То есть, когда в момент, когда у вас покупается товар, допустим, на Амазоне, вам приходит на почту, на вашу почту, где вы зарегистрировали аккаунт, сообщение, что поступило заявка на покупку такого-то товара, за сумму такую-то. Вот, соответственно, перейдите по ссылке, просмотрите, кто к вам обратился. У вас будет в ордере информация о покупателе. То есть, эта информация о покупателе необходима для того, чтобы когда вы, допустим, будете покупать этот лак для ногтей на Walmart, вам необходимо в данных доставки этого товара указать информацию этого покупателя. Соответственно, когда вы указываете информацию этого покупателя, вы нажимаете сначала «оформить этот товар» на Walmart, а вас перекидывает это все, вся система перекидывает в корзину. В корзине вы указываете данные вашего купившего товар на eBay покупателя. Соответственно, после того, как вы нажали «купить», у вас списываются деньги. То есть, вы должны заплатить свои деньги здесь на покупке этого товара. После этого, когда Walmart упаковал и дал вам трекинг-код, специальный код на территории США, каждый товар по доставке имеет свой трекинг-код. Это код, по которому можно отследить, где находится товар. Вам необходимо этот трекинг-код привязать в своем аккаунте в подтверждение того, что ваш товар, вы товар этот отправили вашему клиенту, чтобы клиент четко понимал и видел, что товар, который он купил, к нему поехал. Но здесь есть еще один момент, еще один нюанс. Дело в том, что, если вы, допустим, сейчас купите за 7 долларов 44 цента этот лак, а клиент вам заплатил 23 доллара, и вы оформите этот товар как обычную покупку, то в упаковке к этому товару будут приложены документы с подтверждением ордера по сумме 7,44. Представляете, как будет удивлен клиент, когда к нему придут документы, в которых будет указано, что он купил лак за 22 доллара, а ему его купили за 7,44. И он совсем будет не в радости от этого. Соответственно, в этом моменте есть тоже нюансы, и об этих нюансах мы будем всем рассказывать и учить. То есть здесь необходимо товар особо оформлять, чтобы такого не произошло. Так вот, смотрите, что может быть? Может быть такая ситуация, что в связи с тем, что мы не имеем сейчас в наличии конкретных инструментов, которые позволяют мониторить отклонение цены и количество, потому что может произойти такое, что у вас, допустим, выставлено 10 товаров на общую сумму 500 долларов, и в момент у вас эти 10 товаров покупают. И вам нужно примерно иметь 500 долларов в резерве, чтобы за эти 500 долларов быстренько выкупить товар на Walmart. То есть вы должны быть к этому готовы. Сразу предупреждаю, потому что это очень важно. И может произойти и такое, что, допустим, у вас купили товар, и вы идете покупать этот товар, чтобы переправить своему покупателю, а этого товара уже нет. То есть у вас система не информирует вас о том, что этого товара нет. Так вот в этом случае мы показали сейчас, что есть такая возможность сейчас прикрутить какое-то количество товара, которое вы сможете контролировать самостоятельно, вручную через систему Infinii, тем самым создавать уже товарооборот непосредственно в системе. Но пока на сегодняшний момент нужно отдавать себе отчет, что без профессионального обучения и без пошаговой инструкции не рискуйте, потому что можно забанить себе аккаунт так, что потом будет тяжело его восстановить. Поэтому обязательно консультируйтесь со своими лидерами, со своими партнерами, те, кто разбирается в этом, чтобы это было, если сами не понимаете, под чьим-то руководством. Это первое. И второе. Нужно понимать, что мы сегодня все находимся на старте, и компания о нас позаботилась, чтобы не было никакой головной боли. В этом случае она создала специальную платформу Springboard. Springboard как раз таки убирает все головные боли с точки зрения контроля цен, контроля доставки, контроля наличия, где вы можете в принципе самостоятельно обойтись без вот этих вот рисков. И в принципе за три месяца вы можете достаточно наторговать опыт себе. Поэтому в этом аспекте тоже должны отдавать себе отчет и брать на себя стопроцентную ответственность за эти действия. Вот. Но я считаю, что это ценная информация, и она позволит вам избежать каких-то нелепых ошибок, которые могут потом обойтись очень дорого. Я не хочу никого пугать. Это нормальная информация, это не информация к тому, что этим не нужно заниматься. Всему мы будем учиться и вас будем учить. Но просто единственное помните о том, что это не бесплатно. За вас это делать никто не будет, и вам нужно вести ту политику продаж, которую, собственно говоря, страны. Соответственно, вы должны собрать обратный фидбэк, чтобы вам аккредитовался аккаунт. Ну и вести добросовестную работу, скажем так. Но сейчас задача номер один на самом деле. Все, кто пришел в компанию Infinii, задача номер один, чтобы у вас прошли аккаунты. И для прохождения испытательного срока на eBay достаточно продать 10 товаров и не 10 товаров, там пройти первую и собрать 10 фидбэков. Вот это очень важно. 10 положительных отзывов от ваших покупателей. И это очень важно. Но мы об этом будем более детально и подробно разбирать уже после старта открытия компании и, соответственно, будем обучать каждого из вас, чтобы вы профессионально могли этим заниматься. А сейчас у нас есть спритборд, который вполне удовлетворяет уже всем потребностям, можно на нем работать. Вот это моя была официальная, ну, как бы, главная речь, которую я хотел сказать. Да, да, я согласен, ребят. То есть мы для чего, как я сказал Алексей, показали вам, что куда стремиться, да, и просто не торопитесь. То есть уже сейчас вы можете там просто открыть себе аккаунт, один, второй, посмотреть в первом приближении. Я хотел вам просто экономику дать, к чему все это придет. Вот я… к чему все это приводит, да. То есть представьте, что у вас есть полная 100% автоматизированная система, которая позволяет вам отслеживать товар, который вы покупаете, купили, да, отслеживать товар, который вы продаете, продажу, отслеживать в какие моменты этого товара. То есть это наличие и цена. То есть диапазон цены пошла вверх, пошла вниз. Если товар исчез у продавца, где вы хотели его у поставщика купить, то он у вас, значит, он у вас исчез из продажи. Вот представьте, да. Теперь представьте, что у вас автоматизация включает также автоматическую, вот такую упрощенную систему автоматизация по размещению товара. Так. А вы сейчас немножко, когда поиграетесь с этими товарами, вы увидите, что… А если снова говорят по экрану, экран главный можно сделать. А, хорошо, сейчас, сейчас, секунду. Так, у меня опять открыт очень много окон. Сейчас, ребят, sorry. Возвращаемся сейчас в бамбу. Значит, смотрите, я то, что начал вам рассказывать, то, что… То, что автоматизация, которую мы с вами ожидаем от Finii, она будет делать вам следующее. То есть она будет отслеживать цены товара. Вот вы купили товар. Давайте я сейчас заново, потому что это очень важная информация, считаю. То есть у нас с вами, еще раз, вот схема у нас с вами. У нас с вами eBay, да? Мы здесь продаем. Продаем. Как вариант. У нас много схем будет, ребят. Схем много. Но одна из схем – это мы продаем на eBay. Допустим, мы купили в данном случае лаг для Настей Walmart, да? Или вы можете, например, по какой-то там найти товар… Просто сразу нужно сказать, что это не на Prime точно будет. Это будет на других пакетах, уже более профессиональных. Да, ну то есть мы… Да, спасибо, Алексей. То есть смотрите, что мы делаем. Здесь мы продаем на eBay, так? А, например, на Walmart мы с вами покупаем. Или на Walmart, или на Target, или на Overstock. То есть там будет очень много сайтов. Overstock. Overstock. Идея сводится к чему? Что автоматизация будет позволять нам с вами делать учет цен. Учет цен. Например, цена на Target пошла вверх, автоматически на eBay пошла вверх. На Target пошла вниз, она автоматически пошла вниз на eBay. Например, на Target или на Walmart товар больше нету в наличии, у вас система автоматически убрала товар из продажи. То есть чтобы вы не оказались в ситуации, что у вас клиент купил товар, а вы его не знаете где взять. Вот. То есть теперь, почему нужен Infinii? Еще раз вот люди теперь задают вопрос. Потому что это автоматизация, ребят. Потому что руками вы можете отслеживать, например, там 20-30 товаров руками. То есть, а когда у вас автоматизация, у вас могут быть списки по 10 тысяч товаров. Понимаете? Вообще не проблема. У вас все на автопилоте будет происходить. Вы только успеваете там эти, отвечать людям на e-mail и вставлять эти трекинг номера доставочные. Я вам просто экономику хочу сказать, куда мы сейчас с вами заходим вообще, в какого плана бизнеса. И вообще главная цель компании Infinii, главная ценность ее это как раз только в автоматизации. Я сейчас, да, я как раз хотел людям экономику объяснить. Смотрите. Мы только что разместили, допустим, там чайник за 40 долларов. Чайник. И мы там поставили на ценку, допустим, 20 долларов 10. Или мы с вами продаем лак 22 доллара. И на ценку мы с вами сделали 7-8 долларов за заработок. Я вам хочу сказать, что Infinii на разных пакетах за автоматизацию будет у вас брать там разные проценты. Например, там 3,5, 3 процента и по-моему 2 процента. Так, Алексей? 2,5? Сейчас давайте откроем, посмотрим реально. 3, 2,5 и 2. 3, 2,5 и 2. Спасибо, что напомнил. 3, 2,5 и 2. Это вот сейчас мы с вами, я хочу, чтобы вы это хорошо это поняли вообще. Смотрите. 3, 2,5 процента это за автоматизацию и 2 процента. На пакете в 400 долларов автоматизация составляет 2 процента. На пакете 150 долларов 2,5. На пакете в 50 долларов 3 процента. Да вот просто с вами рассчитаем. У вас список товаров 1200 товаров у вас в списке. 1200 товаров. Я просто сейчас объясню, зачем Infinii вообще вся эта тема, ребята. Если это поймете, вы сможете легко оперировать этим. 1200 умножьте на, допустим, вы на пакете в 2,5 процента. Умножьте 1200, 1200 товаров. Умножаем, допустим, средний товар 40 долларов. И умножьте на 2,5 процента. Это доходность, которую заработает компания Infinii. Давайте посчитаем. То есть, 1200 товаров в вашем списке. Умножьте на 40 долларов и умножаем на 2,5. То есть, компания Infinii заработает при этом 1233 доллара. Если вы 1200 товаров продадите за месяц. Вот мы говорим о том, что вы продали это количество товаров, 1200 товаров. Если вы продали 1200 товаров сами с наценкой в 20 долларов, ребят, 1200 товаров умножаем на 20 долларов, вы зарабатывали 24 тысячи долларов. 24 тысячи долларов – это ваш доход. Можно отдать за автоматизацию 1200 долларов, ребят? Можно. Но мы говорим, что даже 400 долларов можете отдавать за это. Понимаете? Там полный вертолет начинается. Теперь дальше. Прикол начинается в следующем. Представьте, что вот вы и у вас, вы, например, научили 6 тысяч человек в вашей команде, например, за год. Там люди приглашают людей, люди приглашают людей и так далее. Вы научили 6 тысяч человек. У нас сейчас за месяц подключилось 7500 человек. У нас сейчас на вебинаре 727 человек, ребят. Я вас уверяю, в течение двух дней вы посмотрите 3000 человек. Смотрите, что происходит. 6 тысяч человек купили себе эту автоматизацию. Вы вообще поняли, как это делается? Разобрались, да? Теперь 6 тысяч умножаете на, мы посчитали, 1233 доллара средняя доходность Infinii. Это 7 миллионов долларов, ребят. 7 миллионов. Вы вообще понимаете, чем занимается Infinii? Infinii не занимается продажей лицензий, ребят. Она вам просто реально протягивает руку, чтобы вы могли начать работать на этом рынке. Вот примерно мы масштаб деятельности хотим вам показать. Теперь я вам скажу больше. Продажа лицензий, скорее всего, покрывает маркетинг. Да. Я вам скажу больше. 5 процентов, допустим, если это вы, вот вы как руководитель, да, вы начали этот бизнес, приглашаете людей в бизнес, обучаете их, да. Вы видели по нашему компенсационному плану 5 процентов вы получаете комиссионный. От какой суммы вы получаете 5 процентов? 70 процентов от этих денег, ребят, от, допустим, 7 миллионов долларов заработал Infinii, делим на 100, умножаем на 70. То есть 70 компания отсылает своим дистрибьюторам. Это на разные виды бонусы и так далее. Помните, стартовые бонусы 600 долларов, 1800. Вот на все вот эти дела компания высылает 5 миллионов 178 долларов. Теперь 5 процентов с этой суммы достанется вам. Делим на 100, умножаем на 5. 258 тысяч долларов. То есть если вы будете человеком, который создаст такую огромную структуру, который занимается торговлей на Амазоне, на eBay, ваша комиссия составит за это только 258 тысяч долларов. Вот примерно за год мы можем вот это вот создать. За год. У нас за год соберутся люди, у нас за год люди поймут, у нас за год люди откроют аккаунт, у нас за год будет вся автоматизация, у нас люди разместят товары. Я вас уверяю, вы сможете по 1200 список товаров иметь там и по 5000 списки можете иметь, колоссальные. Именно поэтому, когда Кевин или Хиташ, они говорят о том, что за два года на платформе DS Domination они продали товаров на 2 миллиарда долларов и люди заработали 400 миллионов долларов денег только вот на этой платформе автоматизации, без сетевого бизнеса, без всякой сетевухи. Вот примерно масштаб деятельности, куда вы попали. И теперь еще раз хочу напомнить, что это не пирамиды, не баночки, не скляночки, это огромная индустрия. Это лаки для ногтей. Да, это огромная индустрия интернет коммерции. Ребята, это в честном виде интернет коммерция. Вы можете продавать так, стулья, машины, дома, я не знаю там, лак для ногтей, я там бензопилу это продаю, зарядное устройство, что хотите. Вот. И вы реально сможете, овладев инструментами поиска дешевого товара, с чего мы начали, анализы, как часто он продается, с какой периодичностью, сезонность, политические веяния, климатические какие-то потребности. Вот сейчас весна, сейчас все стройками будут заниматься, какие товары надо продавать. Понятно, что там пилы, молотки, кувалды, все эти наборы строительные. То есть такую наводку вам даю. Ради прикола посмотрите на статистику того, что будет сейчас ожидаться, что люди будут искать. Дальше будет возникать следующий вопрос, следующий высший пилотаж, то есть это можно заказывать товары в Китае, там например, знаю, что там по весне молотки продаются, то есть вы по одному центру покупаете товары в Китае, но это уже отдельная тема, будем об этом отдельно говорить. То есть я просто вам хочу, я тут, знаете, я сидел тут, я поделюсь с вами одной идеей, я хочу вам кое-что тоже еще раз нарисовать, и на это будем заканчивать. Раз такая пьянка пошла, то... Почему-то опять не показывает экран, какой-то глюк опять сейчас. То есть идея сводится к чему, что есть шкала, да, то есть есть шкала отношений к бизнесу, шкала отношений к бизнесу. Например, в самом низу человек вообще не интересуется, не профессионал, ничего не хочет, ну просто вообще там, вообще чем-то другим занимается, да. А на самом верху это человек, который очень хорошо разбирается, профессионал, высокие статистики производственные, много денег зарабатывает, понимаете, вот она шкала. То есть самый низ, вообще он не хочет ничего слушать, самый верх, он принимает во всем самое активное участие, видите. И на самом деле здесь это точно так же и шкала решений, то есть это шкала решений. То есть вначале человек принимает первое решение, да, я посмотрю, что они там делают. Первое решение. Он уже поднимается по этой шкале, потом думает, о, дай-ка я посмотрю первую презентацию, хопа, дай-ка я себе аккаунт открою, раз он уже выше поднимается, а дай-ка попробую оплачу лицензию, посмотрю, потыкаю кнопки, следующее решение. Потом, о, дай-ка я первый аккаунт себе открою на eBay, посмотрю, раз, следующее решение, а дай я размещу первый товар, это следующее решение, а дай я заработаю первые 20 долларов. Вау! И вы понимаете, что человек начинает подниматься по этой шкале решений, и это всегда ваше решение, куда вы хотите добраться, куда вы, до каких высот вы хотите подняться. Поэтому я вам советую или желаю, что разобраться в этом во всем, подниматься по шкале решений, по шкале вот этого статуса, по шкале вот этой компетентности, и вы сможете зарабатывать вместе с нами совершенно колоссальные деньги. Ну, в принципе, вот это все, что я хотел с вами поделиться на сегодняшний день. Суббота, спасибо вам за внимание, пора закругляться, вы теперь знаете, что делать. Напоминаю, что у нас есть саппорт, и напоминаю вам, что 15 января у нас будет много материалов на русском языке, поэтому вы сможете все это уже видеть у себя в бэк-офисе, у нас будет новый бэк-офис, у нас будет новая система учета всех продаж в бэк-офисе, я ее уже видел, и у нас будет много чего интересного. Леш, есть у тебя что-то добавить, или мы уже все закругляемся? Я хочу сказать, что все, что сейчас происходит, это все в таком зачаточном периоде, и все только начинается. На самом деле, вы все знаете и все понимаете, что у вас есть пакет Excel. Я желаю каждому дойти до пакета Excel, потому что на пакете Excel вы будете покупать лак для ногтей не за 7 долларов, а за 50 центов, а продавать вы будете за 23. Вот и все. Хорошо, ребята, вы попали в совершенно ломовую индустрию, я вас поздравляю с тем, что наконец-то вы зашли в серьезный бизнес, в котором нет потолка с заработком, просто нет. Поднимайте свою компетентность, приглашайте людей, приглашайте толковых людей в этот бизнес, вам нечего тут стесняться, это не пирамиды, не баночки, это серьезная торговля на платформах Amazon, eBay, Walmart, Target, вы ставите мегапрофессионалом. Еще раз вам напомним, что этот бизнес, он надолго, потому что что произойдет с Amazon, что произойдет с eBay? Я не знаю, скорее луна упадет, по-моему. Ну хорошо, ребят, спасибо вам за внимание, больших вам успехов, процветайте, преуспевайте, подключайте новых партнеров, покупайте лицензии, наводим большое движение. Успехов. Спасибо, Алексей, спасибо. Да, всем пока, друзья, было очень приятно пообщаться. Счастливо, ребят. Пока-пока. Пока-пока.